Сидни Кимилл Энтертеймент и Мириат Пикчерс представляют. Эд Харрис и Диана Крюгер в фильме «Приписывай Бетховен». Мэтть Ю Гуд, Ральф Райх, Филида Лоу, Джо Андерсон. Ангус Барнетт, Николас Джонс, Билл Стюарт. «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Оператор Эшли Роу». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». «Приписывай Бетховен». Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он идет за мной Не бойтесь Не надо Не плачь Утро Да Маэстро Вена Герр Шлеммер Герр Шлеммер Мне нужно помочиться Боюсь, что произошла ошибка Я из консерватории Я получила эту бумагу Как она попала к вам? Вы писали доктору Рошу И просили прислать Самого одаренного студента-композитора И он отправил к вам меня Вы сказали, что вам срочно необходим Переписчик нот Но вы же женщина Да, сударь О, Боже Помогите подняться Я был сильным человеком Я охотился на вепре в лесу И вот, что осталось от меня А вы должны вернуться к Рошу Попросите прислать другого Вы требовали лучшего студента И простите, Герр Шлеммер Но хотя я и женщина Я его лучшая ученица Я, несомненно, справлюсь С любыми заданиями Вы знаете, почему вы здесь? Вы знаете, о ком идет речь? Нет Доктор Рош не объяснил О звере Звери Бетховени Грядет премьера его девятой симфонии И не все части готовы Какие именно? Хорал Можете вообразить себе хорал в симфонии? Сколько голосов? Четыре солиста и хор И они поют лишь под конец Не просто стоят и ждут Сотни хористов Целый час Он лишился рассудка Когда премьера? Через четыре дня Этот рак – божий дар Смерть даст мне отдых Герр Шлемер Насколько я поняла, нельзя терять время Премьера – воскресенье А у вас нет переписчика Мне надо приступать к работе На моем столе Вот это кипа Это часть хорала Это его почерк? Это он Шлемер? О, боже, это он Прячьтесь, прячьтесь Шлемер, что ты делаешь? Умираю, маэстро Слушай, я на кресте Боже, за что меня так истязают? Ты не будешь заколачивать в меня гвозди, нет? Си бемоль Си бемоль, си бемоль, осел Все Маэстро Ты сделаешь все сначала И принесешь мне лично В мою квартиру Или я убью тебя, Шлемер Я уничтожу тебя Герр Шлемер Я пойду Вы не в том состоянии Я должен идти Пожалуйста, успокойтесь Я пойду Подойдите Это здравая мысль Я останусь здесь Вы должны выполнить работу Он ждет этого Си бемоль, си бемоль, осел Си бемоль Си бемоль Си бемоль Си бемоль Си бемоль Си бемоль Где живёт Бетховен? Он вас не слышит, он глух. Заходите. Он не слышит. Он милый. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Копия с исправлениями, маэстро. Девочка, что это? Копия, которую вы просили у Гера Шлемера. Копия? Которую вы просили у Шлемера утром. Ах, да. Бедняга Шлемер. Я надеялся, что он сам придёт. Боюсь, он слишком болен. Он прислал меня. Слишком болен? Что ж, спасибо. Я работаю, как вы видите, и, несомненно, слышите. Капюшон помогает сконцентрировать звук. Вибрация. Я чувствую вибрацию. Вот. Отнесите это Шлемеру. Скажите ему, что мне нужен здесь помощник. Скажите ему. Поэтому он и прислал меня, маэстро, чтобы я работала с вами. Что? Я та, кого он прислал работать с вами. Вензи. Старый распутник. Он прислал вас. Да. Иди к тому, девочка. Передайте Шлемеру, что я требую, чтобы переписчик был здесь к обеду. Поэтому я и пришла. Что? Поэтому я здесь, маэстро. Вы серьезно? Посмотрите на страницы, которые я переписала сегодня утром, и вы увидите, что я способна... Как он мог? У меня ревматизм, подагры, легкие не в порядке. Вы что-то сказали? Не обращайтесь ко мне, если я стою спиной. Что вы сказали? Я попросила вас прочитать эти страницы. Прочитать страницы? Хорошо, я это сделаю. Я прочитаю страницы. Очень хорошо. Что это? Прямо перед тем, как вступает хор. Си-мажор, ре-мажор, у вас здесь си-минор. Я написал это в си-мажоре, а вы изменили? Я не меняла. Что? Я не меняла. Я поправила. Поправили? Вы поправили это? Да, я знала, что вы не намеревались сохранить это в си-мажоре. Правда? Все итальянцы оставили бы это в си-мажоре. Российники и Румини сохранили бы здесь мажор. Но не вы. Вы изменили бы это на мгновение, чтобы создать напряжение перед взрывом. Позвольте. Позвольте. Это не Российник и не Керубини. Это Бетховен. Вы говорите, что я случайно описался? Нет, маэстро, я думаю, вы сделали это намеренно. Думаю, это была ловушка. Игрушка? Ловушка. Ловушка. Чтобы испытать шлемера. И для чего мне испытывать шлемера? Чтобы увидеть, понимает ли он. Понимает что? Вашу душу. Мою душу? Вы думаете, это звучит в миноре? Я ошибаюсь. Вы одобряете то, что я создал? Я думаю, это гениально. Это настоящее чудо. Вам нравится? Очень, очень. Сколько вам лет, дорогая? 23. 23. Я представляю себе, как при сотворении мира вы с вашим опытом в пару десятилетий говорите всемогущему. Думаю, вы проделали гениальную работу, создав все это. Мне особенно нравится Южная Америка. Это чудесная выпуклость и тонкое сужение, и пролив Магеллана – очаровательный штрих. С другой стороны, Африка, на мой взгляд, вышла широковато, а Азия непропорциональна. Бонюсь, Георг Господь, вам придется все переделать. Не могу выразить, как это много значит для меня, знать, что вы одобряете мою работу. Что вы делаете? Ничего. Вы должны глядеть на меня, когда говорите. Как вас зовут? Анна. Анна Хольц. Анна Хольц. Что ж, Анна Хольц. Я иду в таверну Кренски обедать. Мы можем поработать, когда я вернусь. А пока начните с этого. Положите ваши вещи вот сюда. Извините за беспорядок, я холостяк. Без жены, что за жизнь? Благодарю Бога за моего племянника Карла. Он моя отрада. Да, вся моя жизнь. Вы уже ели? Я принесу вам что-нибудь. Вы любите форейль? Спасибо. Хорошо. Я тяжелый человек, Анна Хольц, но я доволен тем, что Господь создал меня таким. Субтитры создал меня. Я все, что есть, было и будет. Ни один смертный не поднимал моей завязи. Кренски, налещен. Маэстро. Я заслужил. Становится поздно, Луи. Что? Тогда увидимся сегодня ночью, маэстро. Я не могу вернуться домой в моей квартире. Женщина. Молодая женщина? 23. А как насчет тебя, Руди? Если бы меня дома сдала 23-летняя девчонка, я бы и не уходил. Не сегодня, Магда. У него уже есть рыбка на огне. Да, как и ты, Руди? Магда, у меня не стоял с тех пор, как он перестал слышать. Что? Руди. Это серьезно. Она хочет работать со мной. Копировать мои произведения. Так позволь ей. Да, но это не все. Она изменила кое-что из того, что я написал. Понимаешь? Она сделала то, что я сам должен был сделать. Но это же хорошо, правда? Это пугает меня. Как она узнала? Это моя прощальная симфония. Ты не так болен. Нет, нет, нет. Прощальная с музыкой, такой, какой я всегда ее знал и всегда писал. Ты говоришь об этом годами. Я начинаю новую главу в жизни. Новые формы, новый язык. И вот в это время мне послали женщину. Что если ее послал он? Женщина обычно посылает другой. А вдруг это знак? Знак чего? Что пришло время. Время чего? Время воссоединиться с ним. Ну, если это правда, что ее послал он, и она ждет в твоей квартире, то ты не должен сидеть здесь и пить. Ведь верно? Маэстро, что вы здесь делаете? Почему вы не наверху? В комнате крысы. Большие крысы. Да, они прогоняют кошек. Ненавижу кошек. Почему? Они не шумят. Вы давно здесь? Два часа, наверное. О, Боже. Мы не будем работать сегодня. Приходите утром. Я найду вам карету, поезжайте домой. Где вы живете? В женском монастыре Священного Сердца. Что? В монастыре Священного Сердца. В монастыре? Вы живете с монашками? Да. Они хуже кошек. Настоятельница – моя двоюродная бабушка. Только поэтому отец отпустил меня в вену учиться. Учиться? Что вы изучаете? Композицию. О, Боже. Женщина-композитор. Было много женщин-композиторов. Как собака, что ходит на задних лапах. У нее никогда не получился хорошо, но все удивляются, что она это делает. Кучер! Отвезите ее в Священное Сердце. Чуть не забыл. Ваша Форель. Приходите завтра. Пораньше. Спасибо. Ты знаешь, сколько времени? Работаем? С Бетхоевом? Его ведь чуть не отлучили от церкви. Анна, это же неразумно. Простите, матушка. У меня работа. Чему? Пьянству? Да, я работаю с Бетховеном. Ереси? Ты долго собираешься на него работать? Простите, матушка, я могу многому научиться у него. Твой юноша сегодня приходил. Я снова отослала его. Анна, твой отец поручил мне заботиться о твоем благополучии, и я очень серьезно отношусь к этому. Ана, причины могут меняться. Я приехала сюда, чтобы учиться у Сальери, когда он был придворным композитором. Я понимаю, но я не ребенок. Я хотела петь в парижской опере. Для моего приезда в Вену была причина. Я доверяю тебе, Анна. Но помни, мечты могут быть прекрасными, а могут быть и опасными. Тогда вы найдете в сердце уважение к моей мечтам. Прекрасная. Спасибо. Доброй ночи. Анна! Мартин, ты с ума сошел? Это 12 окно, куда я заглянул. Должен сказать, здесь есть очень привлекательные монашки. Не могу дождаться, чтобы рассказать тебе. Анна, меня пригласили принять участие в конкурсе архитекторов. Конкурс Эрцгерцога? Да, если я выиграю, я сделаю карьеру. Мартин! Мартин! У меня тоже есть новости. Говори быстрее, потому что я не могу больше висеть. Я переписываю Бетховну. Бетхов... Переходи завтра, посмотришь мой мост. А теперь я не могу больше висеть. Я не могу больше висеть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Простите, Гершлемер. Вот это был Бетховен. Был Бетховен. Он написал это для женщины. Молодой женщине по имени Элиза. Понимаете, он был романтиком, а потом что-то изменилось. Он оглох. Более того, его душа оглохла. Он не слушает публику. Его последние фортепианные сонаты. Вы слышали их? Что это? Скажите. Для кого он только пишет в наши дни? Точно не ради денег? Мне повезет, если я найду того, кто оплатит его работы. И как я буду платить за вас? Мне не важны деньги, Гершлемер. Это шанс, данный мне Богом. Шанс искупить грехи? Шанс показать ему мою работу. Обещайте не делать этого, он разорвет вас на куски. Вы слышали, что он сказал Россине, самому популярному композитору? А если у меня талант? Простите, дорогая, но не показывайте ему ничего перед премьерой. Обещайте мне. Прошу вас. Я иду к нему. Скажите ему, что он должен закончить сегодня. Не говорите, что это мои слова, скажите сами. Вы нравитесь ему. Сейчас они репетируют первые три части. Он хочет дирижировать сам. Как? Читать по губам? Он не слышит оркестр? В последний раз, когда он дирижировал, он так сбивался, что им приходилось дважды начинать заново. Постарайтесь убедить его не дирижировать. Субтитры создавал DimaTorzok Почему остановились? Начнем снова. Откуда, маэстро? Сначала идет. Субтитры создавал DimaTorzok Повыше, пожалуйста. Ты здесь долго не пробудешь. Как и все они. Ты уже вынесла горшок? Молодец. Он старый ублюдок, правда? Ты самая милая из всех, что у него были. Иди работать ко мне. Кто вы? Я Карл ван Бетховен, племянник. Вы тот? Что-что? Разрушил его жизнь? Тот, по чьей вине он годами не мог сочинять? Неблагодарный подонок, жадный до денег? Да. Это я. Я хотела сказать, тот, кого он обожает. Обожает? Да. Беспричинно. Ты давно у него работаешь? С прошлого вечера. Даже так? Обычно он выбирает более зрелых, более пышных. Уже два дня меня принимают то за сиделку, то за служанку, а теперь за проститутку. Хватит. Кто же ты? Я перепищица. Перепищица? Да. А зачем ты тут убираешься? Потому что не могу работать в таких условиях, и он тоже не может. Ты шутишь? Он так живет. А вы позволяете ему? Позволяю. Ему нельзя помешать. Он силы природы. Спроси мою матушку. Господи, спроси меня. Он пытался заставить меня стать пианистом, как он. Что плохого быть пианистом? Как что? У меня нет таланта. Но он до сих пор бушует. Сметает все на своем пути. Уничтожает всех, с кем сталкивается, своим могучим эго. Я Людвиг Лан Бетховен, а ты и ты никто. И не успокаивается, пока не унизит. Я подожду вашего дядю снаружи. Нет, 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 прости. Я пойду. Кто я, чтобы прогонять вас? Фройлен. Хольц. Чтобы не говорили обо мне, я не такой. Он пытается уничтожить мою мать. Он годами не допускал меня к ней, чтобы завладеть мной. Потому что он любит вас. Я его не выношу. Он презирает всех. Представляете, каково это? Быть единственным, кого он любит. Вы уже познакомились. Мой племянник Карл. Правда, славный? Он так играет. Настоящий бетхоин. Сыграй что-нибудь. Не сейчас, дядя. Нельзя стесняться, если хочешь выйти на сцену. Я не хочу. Зря я не пошел со мной утром. Это бы тебя взбодрило. Нет ничего лучше, чем репетиция нового сочинения. Смотрите, Анна Хольц. Я закончил. Ваша усердная работа вдохновила меня. Вы просто ангел. Муза. Герр Шлеммер будет счастлив. Шлеммер. Я попросил Кренски прислать ему соленого карпа. Это вернет ему цвет лица. У него рак. Так мы будем праздновать? А я им к озеру, в Каленберг. Я должна переписать и так завтрашние репетиции. Тогда ты, Карл. Пойдем со мной. Меня прижали с деньгами. Что? Я сказал, меня прижали. И все равно ты стройнее меня. Это шутка, Анна Хольц. Семейная шутка. У нас в семье было много шуток. Не волнуйся, Карл. Я угощаю. Вообще-то меня сильно прижали в этом месяце. Да. Да. Черт. Прислуга. Ворует деньги. Двадцати хватит? Да. Держи. Держи тридцать. Поужинаешь со мной? Я обещал друзьям. Я был лучший друг Карл. Я постараюсь. Карл. Поцелуй меня. Он не придет. Он пошел играть в карты. Вот зачем ему деньги. Что вы думаете о моем племяннике? Думаю. Он в смятении и несчастье. Он моя кровь. Вы несчастны? Я не в смятении. Не спрашивайте меня, Анна Хольц. Не говорите мне этого. У вас нет права. Вы не заслужили его. Простите, маэстро. Что вы говорите? Вы опять? Я не вижу вашего лица. Что вы сказали? Вы извинились? Да, маэстро. Не извиняйтесь, когда я нападаю. Отвечайте. Не выношу людей, которые мямлят и извиняются. Вы постоянно так поступаете. Обижаете людей, оскорбляете, а потом посылаете соленого карпа. Это правда. Так лучше. Он... Он сказал что-нибудь про меня? Он сказал, что вы хотели сделать его пианистом, но у него нет таланта. Об этом судите мне. Кто лучший судей? Я дал Карлу лучших учителей. У мальчика есть талант. Просто надо раскрыть его. Силой? Что? Я просто... Что? Я сомневаюсь, что можно заставить кого-то стать художником. Возвращайтесь к работе. Силой? Возвращайтесь к работе. Это что? Питховен, сукин сын. Меня это достало. Ты меня слышишь? Мы пытаемся есть, черт тебя бери. Ты опять испортил гуляш. Глухой ублюдок. Вы изучали мои фортепианные сонаты в консерватории? Конечно, маэстр. Какую вы больше всего любите? Бальдштейн? Апассионату? Я знаю, знаю. Лунную. Я на секунду. Я должна отнести это шлимеру. Останься. Я не могу. Что если сёстры узнают? Монашки, монашки. Я вызваю тебя из этой тюрьмы. Покажи мне. Что? Мост. Каменная башка. Хорошо, хорошо. Ну как? Потрясающе. Год работы. Каждый день, каждую ночь, каждую минуту. Теперь мне осталось лишь построить модель. И если я выиграю, они возведут его через Дуна. Мой мост. Мост Мартина Бауэра. Не глупи. Его назовут в честь эрцгерцога. Эрцгерцоги приходят, уходят. А технологии вечно. Бетховен бы не согласился. Он говорит... Бетховен, старый ханжа. Он притворяется, что из народа, но живёт как богач. Он властится к знати, эрцгерцогу, чёпорному русскому графу. Жаль, что ты работаешь на него. Я не работаю на него. Я работаю с ним. Простите, маэстро. Я думала, что это великая честь. Это так, но... Но... Что? Он жесток и груб. Он был мил со мной, пока не узнал, что я его переписчица. А потом... Что? Показал мне зад. Что? Анна, ты должна уйти оттуда. Я хочу показать ему мою работу. Почему? Потому что это мой шанс. Хорошо, покажи, а потом уходи. После премьеры. В воскресенье. Придёшь? Два часа бетховенской музыки. Анна, никто не слушает такое. Вот новая музыка. Вот будущее. Что ж, тогда не приходи. Мне пора. Чтобы провести с тобой вечер, я готов даже послушать Бетховена. Бетховена. Приятного аппетита. Остав Blow. Оставь TEachов jazzed. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! У меня нет окон. Это единственная возможность открытия. Я живу ради этих мгновений, ради мирных часов. Наверное, ужасно сидеть в заперти. Я соседка Людвига ван Бетховена. Я первый слышу все его произведения до премьеры. Мне завидует вся Вена. Я живу тут с седьмой симфонией. Чудесная вещь. Он пишет новую, да? Смотрите, чтоб не останавливался. Прекрасно, спасибо. Обязательно. Простите. Боже! Что вы делаете? Это вы воруете у него деньги? Это не кража. А что это? Это то, что он мне должен. Он хочет организовать мне сольный концерт. Понимаете? Я не хочу играть на фортепиано. Верните деньги. Нет. Я не могу. Я в долгах. Я задолжал очень опасным людям. Что вы об этом знаете? Вы, девушка, подопек. Вена – нездоровое место. Говорят, что это центр культуры, цивилизации. Карл, отдайте мне деньги. Я положу их обратно. Я не могу. Дайте мне деньги. Я неплохой человек, Фроллен Хольц. Я не могу остановиться. Мне нужны деньги. Боже, он идет. Карл! Карл! Доброе утро, Карл. Я опаздываю. Я заказал столик на вторник. Ладно. Анна Хольц. Жизнь прекрасна. Я играл в Карленберге. Вы ходите туда? Природа. Человек живет ради природы. Если вы на самом деле хотите писать музыку, вы должны снять комнату в Карленберге. Я видел Карла на лестнице. Да. Он сказал, что я организовал для него концерт. Он в восторге. Маэстро. Он не хочет концертировать. Что? Он не хочет концертировать. Здорово. Он так сказал. Я его видел, он ничего не говорил. Он не за этим приходил? Нет. Он приходил за деньгами. Деньгами? Он не просил денег. Вы хотите сказать, что он ворует у меня деньги? Это прислуга. Давно пора ее выгнать. Карл Лор? Зачем вы так говорите? Я знаю, что вы его любите. Люблю. Что девушка понимает в любви? Боже, вы влюблены. В кого? Давайте я угадаю. Профессора контрапункта? Молодого щеголя, пятисортного Россини. Он инженер. Инженер? Да, он проектирует мост для конкурса Эрцгерцога. Один из людей стали, новых железных людей. Мартин, художник. Мартин. Я очень сомневаюсь в Мартине, как в художнике. Шаблонные правила без души. Вы должны быть ему не любовницей, а врагом. Я ему не любовницей. Вот почему вы приехали в Вену. За мужчиной? Я приехала в Вену, потому что Бог создал меня композитором. Тогда он ошибся, создав вас женщиной. Вы не должны так говорить о Боге. Уверяю вас, Анна Холмс, что мы с Богом отлично ладим. Мы два медведя в одной берлоге. Мы рычим, грыземся, выпускаем когти. Толкаемся, но никто не смеет. Войти к нам. Звучит как очень одинокая религия. Одиночество – моя религия. Почему вы не работаете? Завтра премьера. Завтра премьера. Думаете, надо отменить концерт Карла? Отменить? Да, маэстро. Он хочет пойти в армию, бросить музыку, стать кавалеристом. Он любит лошадей. Наверное, так будет лучше. Да, наверное. Наверное. Почему вы так честны со мной, Анна? Я ценю вас как величайшего. Не льстите! Почему вы здесь? Это... Дает мне веру в то, что я тоже могу писать музыку. Музыку. Вибрации в воздухе. Это дыхание Бога. Он говорит с душой человека. Музыка – это язык Бога. Музыканты настолько близки к Богу, насколько это возможно человеку. мы слышим его голос. Мы читаем по его губам. Мы даем рождение детям Бога, поющим Ему хвалу. Вот кто такие музыканты. И если бы мы не были такими, мы были бы ничем. ... Музыка. КОНЕЦ Она длится два часа. Да. Да. Интересная симфония. Первая за 10 лет. Ана! Простите, вы позвольте? Простите. Я искала тебя на балконе. Для моей Анны лучшие места. Как ты достала? Богатые родители – это преимущество. Эрцгерцог. К счастью, мы сидим против ветра. Ты выглядишь чудесно. Спасибо. Ройленхольц! Ройленхольц! Вы должны пойти со мной. Пожалуйста. Простите. Вы должны пойти. Они сейчас начнут. Бетховен! Он хотел, чтобы я стоял с краю сцены и отбивал ему счет. Представляете, стоять два часа. Я не могу простоять и двух минут. Я сказал ему, что Карла здесь нет. Он продал свое место американцу в искусственном наряде и его жене. Что? В два раза его младше. Вы должны к нему пойти. Вы нужны ему. Маэстро, вы меня звали? Карл не пришел. Нет. Наверное, заболел. Скорее всего. Он пришел бы, если бы смог. Но я здесь. Все думают, что я живу в тишине. Это неправда. Моя голова наполнена звуком. Он никогда не смолкает. Единственное мое облегчение – это записать его. Бог заполняет мое сознание музыкой. А что потом? Он посылает мне глухоту. Он отказывает мне в радости, дарованный всем, слышит мою работу. И это любящий Бог. Это друг. Друг. Он наш отец. Мой отец был пьянчугой. Если Бог мой отец, я отрекаюсь от него. Может быть, я теряю рассудок. Так они думают. А что ты думаешь? Я думаю, Бог говорит с вами. Я знаю это. Я не могу сделать это, Анна Хольц. Я не могу дирижировать. Я помогу вам, маэстро. Я буду у вас на виду. Я буду указывать такт, давать вступление. Не волнуйтесь. Грифы слетелись? Да. Эрцгерцог, все композиторы. Вся Овена. Мой фраг. Анна Хольц. Да. Вы похожи на женщину. Спасибо. Но можете ли вы дирижировать? Беда. Боже, помоги. Музыка изменится навсегда. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Знаю. Анна, Анна Хольц, мы сделали это. Сделали? Да. Мы идем в таверну Хренский. Отпраздни с нами. Не могу, маэстро. Монастырь. Монашки, приводи их с собой. Мы напоим их и порезвимся. Доброй ночи. Браво, маэстро. Браво, маэстро. Триста ради, грязный ублюдок. Что ты творишь? Мало того, что мы всю ночь слушаем это дерьмо. Анна Хольц, ты слышала? Поднимайся по лестнице, слышала? Да, маэстро. Это нос фуга. Фуга для квартиры. Она неделями вертится у меня в дворе. Я работал всю ночь. Что скажешь? Я? Можно? Это начало. Ну, ну, тебе нравится? Только честно, я оценю твою искренность. По-моему, это уродливо. Уродливо? Это уродливо? Конечно, уродливо. Но разве не прекрасно? Я не понимаю. Она не понимает. Это должно испытать твое чувство прекрасного. Я открываю музыку уродливому. Животному. Разве можно прийти к Богу иначе, чем через потроха? Вот. Бог живет здесь. Не в голове, не в душе, а в кишках. Здесь люди чувствуют его. Заворот кишок и в небо. Задница ближе к просветлению, чем мозг. Нельзя вознестись к облакам, не измазав герьмом башмаков. Давай, сквозь со мной. Что? Давай. Боже правый, теперь и вдвой. Ну? Ну? Простите, маэстро, я не понимаю. Нет, конечно, нет. Дело не в понимании. Ты должна пережить это. Это новый язык, который я изобретаю, чтобы говорить, как люди испытывают на себе Бога. О моем переживании Бога. Ты послал на меня, чтобы записать этот язык. Ты секретарь Бога. Ты читаешь по его губам через меня. Но понимание... У меня есть кое-что для тебя. Боже, я даже не одет. Куда я это делал? Вот, смотри. Это ноты, по которым я... Мы дирижили. Не смотри, я написал посвящение. Маэстро. Дорогая Анна, ты ангел моей души. Я доверяю лишь твоим рукам. Пусть они несут ее по течению времени. Ну? Что? Это честь, маэстро. Меньшего ты не заслуживаешь. Маэстро, у меня есть кое-что для вас. Ты написала это? Домминор, моя любимая тональность. Потрясающе. Никогда не видела ничего подобного. Полностью церебральное, да? Вот этот маленький кусочек. Хорош. Но это что? Вот здесь. Это интеллектуальный метеоризм. Почерк очень изящный, но это... Ты изобрела новый музыкальный жанр. Пердиссимо! Боже, умора. Вернемся к работе. О, боже, что я наделал. Это была фула. Анна Холитс, я не подумал. Иногда я не думаю. Спроси Карла. Анна, позволь мне взглянуть еще раз. Анна! 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 Я старый, тупой, глухой дурак! Ты дал мне дар. Анна, почему ты запрещаешь мне использовать его? Почему ты делаешь его, чтобы служить? Я не просила этого дара. Чего ты хочешь? Анна. Но это не мое призвание. Я даже не видела Сальери. Меня послали работать с одним из его помощников. Мне было 17. Я приехала сюда учиться. Он был француз. Вы учились с Альери. Мне не довелось петь в парижской опере. Но я пришла сюда, и каждый день пою ему хвалу в покое. Ты можешь. Ты тоже можешь. Это то, чего хочет твой отец. Поэтому ты здесь. Он хочет знать, что тебе спокойно с нами. Он захватил ему отцу, тетя Клара. Он стольким пожертвовал для меня. Но это то, что твой отец хочет. Это то, что он тебя отправил. Он хочет знать, что ты безопасен с нами. Дай ему это письмо. Субтитры создавал DimaTorzok Что это значит? Кто вы такой? Анна Хольц. Сестры. Где она? Где она? Что вам нужно? А иначе что? Я хочу ее видеть. Возвращайтесь в Келью. Людвиг ван Бетховен. Сыстры, уйдите сейчас. Что вы хотите? Вы привезете Анну Хольц сейчас. Я приказываю привезти ее. Возвращайтесь в вашем доме. Все в порядке, матушка. Это тебе. Мое произведение. Что вы сделали? Я поправил кое-что. Я даже отметил хорошие пассажи. Это хаос. В нем есть проблески. Я говорил тебе, оно многообещающее. Давай разовьем его. Поработаем над ним вместе. Анна Хольц. Прости меня. Умоляю, прости. Вернись ко мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Что? Я просто не понимаю, маэстро. Где конец? Она не кончается, она стремится. Не рассуждая о начале и конце. Это не мост, который строит твой железный человек. Это нечто живое. Как облака, обретающие форму к приливам и отливам. Но моя музыка, как это действует? Она не действует, а растет. Видишь, первая часть становится второй. Со смертью одной идеи рождается другая. В своей работе ты одержима структурой, выбором формы. Ты должна внимать голосу внутри тебя. Я сам не слышал его пока не оглох. Но, конечно, я не желаю тебе того же, дорогая. Вы говорите, что я должна найти безмолвие внутри себя, чтобы слышать музыку. Да, да, да. Тишина – это ключ. Тишина между нотами. Когда эта тишина охватит тебя, твоя душа сможет петь. Анна Хольц, ты знаешь, что ты значишь для меня? Прежде я жил в страхе, потому что был один. Как пленник. А потом Бог послал мне тебя. Я протягиваю тебе ноты сквозь прутья решетки. Ты ключ, что откроет мою тюрьму. Омой меня. Вот. Что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Давай перепишем фугу и посмотрим, что скажет о ней мир. КОНЕЦ КОНЕЦ Превосходно. Вы сделали это. Вы сделали это. Боже, вы ещё более глухой, чем я думал. Я просто не слышу так, как вы, маэстро. Простите. Всё в порядке, Анна Хольц. Это не важно. Не важно. Всё должно было кончиться этим. Маэстро! Маэстро! Помогите! Маэстро! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Анна Хольц! Вы проснулись? Я разводила огонь. Это прекрасный уголь. Антрацит. Жарче всего горит. Ты разбираешься в угле? Мой отец был шахтером в Силезии. Как вы себя чувствуете? Мечтательно. Мелодии, молитвы. Я была украински, принесла обед. Мне надо работать. Я должен ее записать, пока она не исчезла. Пожалуйста, не поднимайтесь. Я запишу для вас. Вы будете мне диктовать. Хорошо. В каком ключе она начинается? Ни в каком. Ни в каком? Так нельзя писать музыку. Я не могу писать это иначе, чем без ключа. Четырехчастный размер. Моль-то-адажо. Приглушенно. Первая скрипка четвертями. До средней октавы. Верхняя ля. Такт. Соль. Верхняя до. Связывающая лига фа. Вторая скрипка на нижней полоске. До средней октавы. Ля. Двойная нота ми. Соль. До. Записала. Скрипичный ключ. Два такта паузы. Это гимн? Да. Гимн Благодарения. Благодарение? Богу. За то, что позволил закончить работу. После пианися Маканон продолжается. Первая скрипка ведет тему. Скрипка до кля растет, набирает силу. Вторая скрипка до кля. Октавы и выше. Да. Затем борьба. Первая скрипка до, выше на октаву, а потом вверх до соль. И виолончель. Вниз? Да, вниз. Опускается вниз. Половинные ноты фа, ми, ре постоянно нисходят. А потом голос. Одинокий. Слабый голос появляется, паря над всем. Борьба продолжается. Да. Движемся вглубь. Крещендо? Да. Первая скрипка молит Бога. Рвется к нему. А потом Бог отвечает. Облака раскрываются. Любящие руки простираются вниз и возносят на небо. Голончель прикованы к земле, но другие голоса свободно парят. Одно мгновение. Да, мгновение, в котором ты можешь жить вечно. Земли не существует. Время безвременно. И руки, что подняли тебя, ласкают твое лицо, создают его по образу Божьему. И ты едины с ним. Ты в мире. Ты, наконец, свободна. Да. Да. Время безвременно. Время безвременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года. Его последние квартеты, включая революционную «Гроссфугу», вдохновили поколение композиторов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»